Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы завершаем чтение книги-притчи Соломоновых. Читаем сегодня 31 главу для библейского портала экзегет.ру. Читаем мы два перевода, как я не перестаю напоминать. Это перевод Юнгера, который делался с греческого языка, это септуагинта. И важен он потому, что септуагинты же переводили на церковно-славянский язык, поэтому если мы будем сравнивать с церковно-славянским текстом, мы найдем много общего именно с переводом Юнгера. В то же время мы сравниваем этот текст с синодальным переводом, который делался с еврейского. И в одном и в другом тексте встречаются интересные мысли, разночтения, которые мы отмечаем. Итак, Соломон пишет. «Мои слова изречены Богом, пророчество царя, которое преподала ему матерь его. Что чада соблюдешь, что проречение Божие, первородный сын, тебе говорю. Что чада чрева моего, что чада моих молитв?» То есть вот эти слова первые, они, первый стих, как будто бы эти слова даны Соломону еще его матерью, то есть в то же время изречены Богом. То есть здесь такой сложный как будто бы источник. Это и отеческая, материнская мудрость, и в то же время это мудрость Божия. И этот стих, наверное, стоит еще раз сравнить, еще раз вспомнить, точнее, здесь же начало предыдущей, 30-й главы, в которой было разночтение. В одном месте Соломон говорит «я не познал мудрости», в другом месте говорит «я познал мудрость Божию». И вот действительно, опять же, логика этой книги-притчи в переводе Юнгерова, она именно такова. Соломону открыты слова Божии, мудрость Божия открыта ему. И такие риторические вопросы звучат. «Что чада соблюдешь? Что для тебя?» Здесь нет слова «для тебя», но понятно, что оно подразумевается. «Что проречение Божие, первородный сын?» «Что чада чрева моего?» То есть, напоследок, вот в этой последней главе, автор переживает за своего ребенка, он переживает за читателя, за своего сына, и говорит «чем ты будешь жить?» «Не отдавай женщинам твоего богатства, ни твоего ума и жизни на худой совет». Что значит «на худой совет»? То есть, не слушайся ни доброго совета. И «не отдавай женщинам твоего богатства» не имеется в виду, что, например, жена не должна распоряжаться какой-то частью имущества мужа, когда они живут вместе в мире и благополучии. Речь идет о том, чтобы человек не тратил на разврат, не тратил на блудниц свое достояние. «С советом все делай, с советом пей вино. Властелины бывают гневливы, пусть они не пьют вина». Четвертый стих отличается в синодальном переводе и в переводе Юнгерова. Здесь мы видим «не царям лемуил» — лемуил — это тот, к кому обращаются. «Не царям пить вино, и не князьям секеру». Почему же нельзя царям пить вино, и князьям нельзя пить секеру? Потому что секера — это такой напиток спиртной и довольно крепкий. Почему? Потому что царь должен принимать трезвые решения. Царь должен… от него так много зависит, от его власти так много зависит, что если он будет принимать решение не на трезвую голову, а все его решения, это решение царя, он может наделать беды. Почему это важно? На самом деле человек, когда он сегодня может это прочитать, он может подумать, ну как же, вот здесь ты действуешь как сотрудник на работе, а вот здесь ты дома, у тебя семья, ты можешь действовать по-другому. И это разные полномочия. Если человек является директором организации дома, со своими детьми, со своей женой, со своими родственниками, он может действовать просто как родственник, просто как отец, как муж, как брат, как сын. Он не директор, не президент, не министр, он просто человек. То есть в разных условиях разные полномочия. Царь, тем более речь идет об абсолютной монархии, царь, он везде царь. И его решение везде решение царя, в каждый момент его жизни решение – это решение царя. А значит, ему необходимо быть трезвым в своих решениях. И впрочем, конечно же, это важно и для любого читающего, потому что трезвые решения, решения ответственные – это решения, которые человек принимает по совести. Это решения, которые человек принимает, взвесив все за и против. Решения, которые совершены не на трезвую голову, они часто характеризуются именно тем, что человек не взвешивает все за и против, не задумывается о последствиях, действует наобум. И поэтому, кстати, так и пишет Соломон, «Чтобы, напившись, не забыли мудрости и не лишились возможности права судить слабых». Кому же Соломон предлагает дать секеру? «Дайте секера, находящимся в печали, пойте вином, и поите вином находящихся в болезни». Ну, такого своего рода анестезию предлагает Соломон, другой анестезии в то время не было. Цель вот этого действия в следующем – чтобы они забыли свое убожество и не вспоминали о своей болезни. Сегодня, когда мы видим, с одной стороны, социальные службы, с другой стороны, видим анестезию, мы имеем анестезию, мы понимаем, что вот не все советы, которые дает Соломон, мы можем вот так просто применить. Сегодня, конечно же, мы удивились бы, если бы мы решили напоить нищего вином, чтобы он забылся в своей нищете. Сегодня мы сказали бы по-другому – позаботься о нищем, чтобы он перестал быть нищим, чтобы он мог вести достойную жизнь. Но в тот момент, кстати, были не только эти советы. Естественно, весь закон предполагал, что человек помогает бедному. Но так или иначе, сознание бедного все равно в сознании своем бедный страдает, потому что не может до конца исправить своего положения. И вот Соломон предлагает скрасить его и таким образом. Конечно, в наше время, может быть, это мы оценили бы как уже недопустимый такой путь, невозможный путь. Далее он говорит «Сын мой, открывай уста свои для слова Божьего, суди всех здраво. Открывай уста свои и суди праведно, и решай дела бедного и слабого». Далее особенным образом он обращается к сыну по поводу жены. «Доблестную жену кто найдет? Таковая ценнее драгоценных камней. Полагается на нее сердце мужа ее. Она не остается без хорошего прибытка. То есть совершенно явно, да, вот этот стих, когда он говорит «Не отдавай женщинам богатство твоего», речь не идет просто о женщинах как женском поле, потому что здесь дальше он очень хвалит жену, которая бережлива, которая умеет сохранить добро мужа своего и приумножить его. «Всю жизнь свою она служит мужу своему во благо. Приготовив пряжи, шерсть и лен, она делает все нужное своими руками. Подобно кораблю издалека приходящему, она собирает свое богатство». Вот интересно, здесь, наверное, стоит подчеркнуть слово «своё». Хотя говорится, что она служит мужу, но мы, конечно же, особенно в книге «Песнь песни» мы видим, как супруги служат друг другу, возлюбленные служат друг другу. И поэтому, хотя Соломон говорит, что жена служит мужу, он тут же говорит, что она собирает богатство своё, потому что это богатство общее, богатство супружеское. «Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своему работу служанкам. Увидевши поле, покупает и плодами рук своих насаждает купленную землю. Крепко опоясавши чресла свои, она напрягает мышцы свои на дело». То есть она всё время трудится. Вот мудрость жены. «Она изведала, что хорошо трудится, и не гаснет её светильник во всю ночь». То есть она трудится днём и ночью. «Руки свои она простирает на полезное, и пальцами своими твёрдо держит веретено. Руки свои она открывает убогому, и длань протягивает нищему». То есть мы видим, что она трудится, но она трудится не только для того, чтобы собрать своё или своё семейное богатство так, чтобы стать богатой. Потому что вот это трудолюбие – это не трудолюбие жадного человека, не трудолюбие скряги, не того, кто не может быть насыщен, кто ненасытно стремится к большему. Нет, это трудолюбие совсем другого рода. «Муж её не заботится о домашних, когда замедлит, потому что все они одеты ею». То есть распределение обязанностей. «Двойные верхние одежды сделала она мужу своему, а её одеяние из вессона и парфиры», то есть из дорогих видов ткани. «Славен бывает муж её в воротах, когда сидит в собрании со старейшинами жителями земли. Делает она покрывало и продаёт финикийцам, а опоясание – хананейнам». Может показаться, что муж при этом ничего не делает, но это, конечно, не так. Потому что муж тоже занят важным делом. Сидящие у ворот – это люди, толкующие закон, это люди, которые судят жизнь прочих. Это судебная система, тогда она так была устроена. То есть муж её славен, потому что она трудится, а он на более высоком уровне, не на уровне частного домовладения, не на уровне каких-то отдельных конкретных поступков, а на уровне всего общества нормализует жизнь всех, судит преступников, оправдывает невиновных. То есть каждый занимается своим важным делом. Уста свои она открывает со вниманием, когда нужно, и скромно говорит языком своим. То есть она не лишена голоса, но она делает это внимательно, когда нужно и скромно говорит. «Крепость и красота одежды её». Хотя он описывает одежды, какие они там, и ткани описывает и прочее, но на самом деле её одежды – это крепость, то есть её сила и красота. «И весело смотрит она на конец жизни». Что значит «весело смотрит она на конец жизни»? Кто сегодня в рамках нашей культуры готов сказать то же самое? «И с весельем я смотрю на конец своей жизни». Человек от мысли, что его жизнь закончится, приходит в ужас. Он не просто не смотрит на конец своей жизни, он всеми силами пытается сказать себе, конец жизни ещё не скоро, и вообще будет ли он для меня. Понятно, что все умирают, понятно, что люди вокруг заболевают и умирают, их жизнь заканчивается, но конца своей жизни человек не предвидит, и тем более не собирается смотреть на него с радостью. Но жена мудрая, то есть трудолюбивая, которая всё правильно сделала, которая устроила дом, которая устроила жизнь мужа, жизнь детей, обустроила, да, жизнь слуг, она всё так расставила на свои места и сделала всё так, что ей не стыдно завершать свою жизнь, потому что вокруг любящие дети, которые по её примеру тоже оказываются трудолюбивы, вокруг неё почитаемый всеми муж, который тоже трудился в жизни и занимался своим важным делом. Её жизнь устроена, она понимает, что жизнь заканчивается, но она понимает, что она прожила не впустую. Для Соломона это очень важно. Человек может умирать, но умирать спокойно, потому что он понимает, что он прожил жизнь не зря. Далее. «Тесны пути в доме её, и хлеба праздности не ест». «Тесны пути в доме» она не принимает многолюдных и праздных общин. Маленький дом. Здесь нет тех, кто постоянно пирует и просто так проводит время. «Хлеба праздности не ест». «Уста свои открывает с мудростью и благопристойно. Милостынь её высоко поставляет её детей, и они обогащаются, и муж хвалит её. Многие дочери стяжали богатство, многие были могущественны, но ты преуспела и превзошла всех. Лживой угодливости и суетной женской красоты нет в тебе. Благословенно, жена разумная, страх Господень она прославляет. Дайте ей от плодов уст её, и да прославится в воротах муж её». Вот на такой ноте заканчивает Соломон свою книгу. Очень интересно, что он напоследок ещё раз говорит о том, какой должна быть мудрая жена, и для него это два важных признака. Нет лживой угодливости. Причём лживой угодливости кому? На самом деле, если бы мы сегодня посмотрели на эти слова, вот актуализировали бы их, да, в наше время посмотрели бы на эти слова «лживой угодливости перед всем миром». То есть мудрый человек, и женщина, и мужчина, из текста книги «Причи» это совершенно очевидно, мудрый человек не гонится за духом времени. Он не пытается угодить миру, не пытается подстроиться под него. Он живёт по замыслу Божьему. И если нечто правильно, он делает это, если нечто неправильно, не делает. Он не пытается быть модным, не пытается угодить людям, которые его окружают. Он пытается угодить Богу. Угодить искренне, честно, правильно. Не обманывая его, потому что Бога невозможно обмануть. И ещё чего нет. Суетной женской красоты нет в тебе. Речь идёт не о том, что мудрая жена не ухаживает за собой, что она некрасива, например. Мы прекрасно видим, как в книге «Песнь песней» Соломон описывает красавицу, жену, в которую он влюблён. Он описывает красоту женскую. Он совсем не против женской красоты. Суетная женская красота. То есть красота, которая занимает всё время женщины. И она заботится о ней больше, чем заботится о бедных. Она заботится о ней больше, чем заботится о воспитании собственных детей. Она заботится о ней больше, чем о правильных взаимоотношениях со своим мужем. И вот этой суетной красоты, красоты, на которую уходит так много времени, что на правильную жизнь не остается, в правильной, в мудрой жене этого нет, говорит Соломон. И, конечно же, он выстраивает эту картину праведной, правильной, благочестивой жизни, в которой каждый понимает, открывая для себя книгу притчи, как он должен жить, чтобы быть праведным не перед людьми, но перед Богом. Всего доброго.